Хотите самое интересное? Я этот ролик планировал еще давно, просто я специально его сейчас вот так запустился, так сказать. Я этот ролик хотел еще выложить там в феврале, когда промес только перешел в Спартак, когда эта вся шумиха была. Просто специально его выложил сейчас, потому что мне было важно и интересно посмотреть, что сделать промес со Спартаком, когда под конец сезона. И вот я этот десу укладываю под конец сезона, когда Спартак занял второе место и все прошло шикарно. Поэтому я очень рад, что так все сложилось. В принципе, не зря я так долго тянулся этим роликом Причем я накопал очень много материала И я надеюсь, вам это все стало интересно Народ, всем здорова, попали на канал Дядя Нейки С вами Дядя Нейки, это Николай Чернов И сейчас я на даче нахожусь Из дачи буду записывать также с улицы Прекрасный видос, посвященный Одному очень шикарному игроку Легенде московского Спартака И, возможно, миланского футбола Куинси Промесу И я расскажу в этом ролике про его переход Спартак, второй раз И расскажу, что сопровождал этот переход И, возможно, даже как-то я на этот переход повлиял Своими высказываниями Расскажу длиной Этот переход был длиной целых 2,5 года Сколько мы его и ждали, в принципе, на протяжении этого всего времени Ну и, в принципе, давайте уже начнем этот видос По традиции попрошу вас подписаться на канал Поставить лайк, ну и рассказать друзьям про этот видос Ведь, быть может, какой-нибудь из них тоже болеть за Спартак И кому-то будет интересен контент, связанный со Спартаком Поэтому, пожалуйста, помоги мне в поддержке канала И посмотрим, что будет дальше В общем, поехали Приятного просмотра Чуваки, прямо сейчас важная информация Включитесь, пожалуйста, в нее максимально Этот мир очень тяжелый Мир интернета Мир вообще видеохостингов Поэтому, пожалуйста, если вы любите меня Любите следить за моим творчеством За моими работами То, пожалуйста, ищите меня в других социальных сетях Так как на этом канале я могу пропасть Его могут удалить, заблокировать Но так вы можете всегда знать, что я всегда есть в Инстаграме Я всегда онлайн в ВК Я всегда онлайн в ТикТоке Во всех социальных сетях Поэтому ищите меня там Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети Просто загляните по ссылке в описании Там все ссылки будут То есть в описании все есть про меня Вы можете найти любую информацию Если вдруг что-то не так произойдет Всегда меня можешь найти А рекомендую сейчас подписаться Потому что действительно может что-то произойти Я прям жопу чувствую Поэтому, пожалуйста, проявляйте Все, мы начинаем Давайте перенесемся на 2,5 года назад Почти что-то 3 года назад Это ноябрь А вернее, август Да, скоро уже будет 3 года Какой, блядь, 2,5? 31 августа 2018 года Спартак объявил о расторжении контракта С Куинси Промесом И переходе его в голландский Вот как в голландский Сначала в испанскую Северию Контракт был рассчитан на 2,5 года Многие фанаты Спартака не удумевали Недоумевали этой какой-то непонятной фразой Многие фанаты Спартака даже недоумевали Не знали, что вообще говорить Что вообще делать Потому что, что я могу вам сказать Переход был очень резкий и неожиданный Я сам этот переход тоже следил за ним И сам все это видел Как им интересовались разные клубы Им интересовались Ливерпули, Арсеналы, Аяксы Кто только мне интересовался Челси И он мог спокойно там перейти в любой из них Еще даже в марте 2018 года То есть даже чемпионат мог не закончен быть Который стал для нас бронзовым Ну даже так, представляете Он перешел И прям в последний день трассовного окна Это было бы вообще больно Это было бы неприятно И я даже не знаю, честно Как это вообще По-другому еще высказывать и говорить Но мне эта информация была очень больная И я даже не хочу особо ее комментировать Просто скажу то, что он перешел Это было неожиданно Это было резко Хотя сам Квинси не раз в интервью К тому же Спорт24 говорил То, что его сердце красно-белое И оно будет заполнено как можно дольше Этим красно-белым цветом Давайте перенесемся еще немножко дальше Промес пришел Не самый удобный момент для Спартака Спартака в чемпионате После перехода Промеса Пошли небольшие серые и черные полосы Прочие, как сказать То, что Спартак начал терять позиции лидерские Терять второе, третье место Терять вообще все, что можно было В этом сезоне 18-19 Ну в принципе Спартак этот сезон и провалил Заняв пятое место Потому что в некоторых матчах И не хватало самого Промеса Где-то удар издалека Где-то опасный дриблинг Где-то просто острота в атаке Не хватало Спартаку Где-то сам характер Квинси Потому что Квинси взрывной Мы все это прекрасно знаем И он заведет команду так Что она побежит еще забивать два гола И в общем во многих матчах Не хватало самого Промеса И к сожалению именно из-за Промеса Возможно из-за его перехода В последний день трансферного окна Мы и потеряли лидерские позиции Да и в Лиге Европы, честно сказать Мы тоже очень плохо, провально сыграли У нас всего четвертое место У нас всего четвертое место Пять очков после шести матчей в Лиге Европы Это отвратительный результат Одна победа, две ничьи По-моему и все И сколько там, три поражения Это отвратительно Причем самое интересное Что в той Лиге Европы тренировало Аж три тренера Спартака Два матча тренировал Массимо Каррера Два матча тренировал Рауль Рианчо И два матча тренировал Олег Кононов И именно с Раульом Рианчо Мы набрали максимальное количество очков Давайте еще дальше двигаться Концовка сезона 18-19 Когда сам Квинси Атон Промес Постоянно в интервью рассказывал Как тепло его сопровождал Спартак Как он любит московский Спартак Как он следит за Спартаком И все в этом роде Давайте я вот так вот буду заканчивать этот видос Охеренно, да? Нет? Прикольно? Прикольно И в принципе он много раз рассказывал То, что Спартак для него очень много повлиял В значении как его в футболиста В принципе, как человека В его качествах этих спортивных Вот, и постоянно он вот этот вот интерес Он продолжал подогревать Это знаете, это как вот Неймар в Барселону Постоянно вот этот вот переход Постоянно вот он крутился и вертелся Постоянно могло произойти его переход Постоянно вот этот интерес сохранялся Вот так же вот Промес Спартаком Вот знаете, самое приятное Это когда сохраняется этот вот интерес Этот переход Вот это вот теплое отношение фанатов к игроку Это не часто бывает со Спартаком в принципе в целом Потому что, как правило, из Спартака Многие тренера, игроки вылетают со скандалом, с большим Который ведет за собой их дальнейшую карьеру Но Промес не такой Он влюбил себя многих фанатов И он за свои слова отвечает Он держит обещания И он говорит то, что Я уйду там, когда Спартак станет чемпионом В итоге он стал И он еще полтора сезона играл в Спартаке оставшиеся То есть он в принципе сдержал обещания И претензий к нему ноль Но очень обидно, что именно все произошло Это последний день трассовного окна Ладно Сезон 18-19 Ходят интересы И сходят слухи То, что Спартак интересуется промесом Спартак может выкупить промесу Спартак хочет купить промесу Спартак там Все делает возможно И промес главная их цель Надо это трассовное окно В итоге Спартак покупает Пять или шесть игроков Которых на тот момент Я критиковал очень сильно И не понимал Как можно было Покупить пять Блять ненужных игроков Которые вообще практически не играли И забит на промесу большой болт Но такое тоже произошло В итоге еще одно трассовное окно Это уже сезон Я напоминаю вам 19-20 Зима И там пока что ничего не было Про промесу никаких информаций Ничего нового И все же было обидно Но я как истин фана Спартака держал это все У себя в сердце У себя вот здесь вот Сердечки И ждал то что когда нибудь Рано или поздно промес перейдет в Спартак Путь ему 35 или 30 лет И в одном из выпусках Это футбол Во второй части вернее Вот здесь может вылезла подсказка Я сейчас вставлю вставку Где я говорил то что Промес там может перейти в Спартак Промес вернется в Спартак Это было два года назад Еще одна новость Для болельщиков футбольного клуба Спартак Москва Промес у себя в инстаграме Небольшая предыстория Промес у себя в инстаграме Выложил фотку Вообще фан аккаунт Спартака FKSM Redwhite Выложил в инстаграме фотку То что верите то что промес еще вернется И Кунти промес под этой фоткой В комментариях написал Да Что очень проявил интерес большой К фанатам Спартака Которые реально ждут его возвращения Также сам промес неоднократно в интервью Говорил то что он хочет вернуть за Спартак И в Севиле его не устраивает То что он получает очень мало игрового времени И один чел мне написал комментарий Что вообще то его не отпустят Вообще Да Его могли на тот момент не отпустить Но самое главное это Последнее финальное Что вообще произошло А произошел его переход в Спартак И я потом так красиво ему ответил 2021 промес в Спартаке Шахмат Да Вот И что Потом идет зима Сезона Точнее лето сезона Пересезон 2021 Лето Спартак опять продолжает интересоваться промесом Но все не идет к большим таким продвижениям И видос на самом деле К этому всему и идет То что переход промеса И как он вообще был И как он вообще связан со мной Я лично очень много ждал этот переход Мне кажется дольше и больше всех ждал этот переход Я очень сильно хотел чтобы промес пришел в Спартак И в конкретном случае оно и произошло И давайте уже перейдем к самой сути Это зима Сезона 2021 Спартаку позарез не хватает Именно центрально атакующего полузащитника Который смог бы развести угрозу суету на чужих воротах Там левый, правый Там туда-сюда финты Пятый, десятый Именно Спартаку такого не хватает Спартак продолжает интересоваться промесом И уже идет какое трансферное окно подряд Но в этот раз дошло все до конкретики И до заявления Но мог этот переход сорваться Стоит за судебной всякой фигни промеса А именно перед самым этим интересом Спартака перед промесом Промес за группу в тюрьму За якобы избиение с его родственника Там чуть ли не до ножа все доходило И потом из-за якса его турнули И сборный тоже И в итоге у промеса такой психологический спад пошел Но не тут-то было Спартак резко начал перехватывать эту инициативу И промеса на себя Даже обуславливая все риски Со всеми рисками Сколько там переход длился Чтобы вы понимали этот переход длился два с половиной месяца Именно столько я ждал промеса в Спартак Именно каждый день я читал новости про промеса Про Спартак И все эта фигня началась лично у меня Как я именно каждый день начал читать новости про промеса Это 16 декабря А это было после матча Когда Зенит выиграл Спартака 3-1 Спартак проиграл А вот это было именно после этого матча Когда я понял что Спартаку реально не хватает такого типа промеса И вот я начал именно Лично я начал им более-более интересоваться Как в этом случае все дошло до конкретики Я там отмечал в инстаграме у себя Промеса Спартак Типа давайте подпишем Ты там еще придешь Я верю в тебя Там туда-сюда Сейчас будут скрины Причем да ты вообще там Давно-давно еще до перехода было Я знал что он рано или поздно перейдет в Спартак Я делал всякие видосы, фотки Что было бы если промес перешел в Спартак Форма идет, не идет ему К лицу, не к лицу В итоге все дошло до конкретики Промес интересуется Промес дает добро Промес хочет в Спартак Промес уже сообщил своим игрокам об этом И в итоге финальная суть Промес переходит в Спартак Спустя такого долгого ожидания времени Причем он переходит в Спартак Официальная его дата перехода 25 февраля 2021 года Чтобы вы понимали У меня день рождения 25 февраля И это был такой шикарный подарок Спартака Для меня Для моего день рождения То есть это был шикарный подарок Мой день рождения Спартак прекрасно сделал все Подписал Пресс-конференция Все это было Все шикарно на уровне И промес сказал такую фразу Что я отсюда не уйду Когда Спартак в следующий раз Не станет чемпионом И это могло даже произойти в этом сезоне В итоге Спартак занимает второе место Не могу договорить то Что все из-за промеса Но промес тоже внес большой вклад в это Спартаковское серебро Он забил 3 гола Дал 3 голевые передачи Это великолепная просто статистика К тому же промес провел неполную Во-первых у него не было предсезонки С ТДСКой, со Спартаком Так он еще не все матчи выходил на поле Он где-то на замену, где-то как-то Так он еще и блин Не все матчи сначала играл И вообще сначала не вписывался И даже так он забил 3 гола Дал 3 голевые передачи За неполные 11 матчей Вот уровень Если промес пройдет в правильную Претизонку со Спартаком С Руи Виторией в 21 году Это новый главный тренер Чтобы вы не понимали для Спартака То все будет шикарно И промес будет вообще в шикарной форме И в Лиге Чемпионов Мы просто всех надеюсь порвем И все вот это суть Вся шла к Лиге Чемпионов Я очень мечтал о Лиге Чемпионов Я молился, чтобы хотя бы Спартак занял второе место Чтобы позволило Спартаку Просто попасть в Лигу Чемпионов Я уже не говорю групповой этап Они занимают второе место И все благодаря промесу Именно в последнем матче с Ахматом Кумиси промес сначала запорол Два стопроцентных момента Потом переломил инициативу И забил И потом начал давить И в итоге стал лучшим игроком матча И все это шикарная история Которая должна уже была подходить к концу Вот Я очень долго ждал этот переход промеса Вы не представляете как я лично Именно я лично сам И писал Спартаку И писал промесу И всех отмечал Все дело возможное Чтобы хотя бы как-то Вот эту вот Искринку в этот огонек пустить В итоге у меня это получилось И я не хочу там говорить Что я там повлиял Но я тоже внес Такой маленький вклад В подписание к Митти Промеса Потому что Одну из моих историй с промесом Сам Спартак даже просмотрел То есть Спартак смотрел Мои истории Вот И Спартак смотрел мои истории И я думаю что все к этому Вообще и шло Все болельщики ждали И сам промес хотел И рано или поздно Это все бы произошло Об этом и произошло Я очень благодарен Богу За то что все это произошло За то что эта вся история Вновь воплотилась За то что Этот сезон За то что этот сезон Был похож на сезон 16-17 Наш чемпионский И за то что все получилось все что так хорошо мы заняли второе место мы серебряные призеры и промес пути помогать спартаку в лиге чемпионов и он не сидит надеюсь важный ответственный момент хотя у него есть там в тюремный такой еще не закрытое дело который надеюсь закроет сам спартак у них там связи и все в этом роде вот я рад что промес пришел я рад что эта история закончилась ара то что все так прекрасно сложилось то что мне сделали такой большой подарок тоже все ждали и все это получилось сам воде денег и подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии ждали его промес или нет лично я ждал промеса ровно 100 момент как он ушел спартака потому что это была очень важная главная фигура для спартака ждете переподписание фернандо или за выше кого-то из них все давайте всем пока народ ну и увидимся на днях и всегда верьте то что все должно пройти все как по маслу все всем пока нас